Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый простой и легкий способ, как скачать старую версию Microsoft Store для того, чтобы играть с читами. Для этого переходим по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Попадаете вот на этот пост. Далее, что нам нужно сделать? Нажать на этот файл и, естественно, его скачать. То есть мы его нажимаем. А, ну он у меня уже скачан. Короче, он у вас установится. Дальше заходите в загрузку. И вот здесь у вас появляется этот файл. Смотрите, еще может быть такой прикол, что он может у вас скачаться в каком-то другом формате. То есть формат, смотрите, как можно проверить. Вы нажимаете два раза правой кнопкой мыши на текст. И обязательно в конце у вас должна быть написана точка и после точки вот этот текст. И после этого тогда у вас должен открыться файл. Естественно, на Windows 7 это не будет работать. Это работает на 10-й винде. По идее, после того, как вы это сделаете, у вас должен будет запуститься файл. Дальше вы его открываете. Вот так он должен запуститься у вас. Дальше вы устанавливаете заново Roblox. Все, он у меня установился. Отлично. Потом запускаете. Так, ждем пока запустится. Все, вот он запустился. И теперь можете спокойно играть с читами на Microsoft Store. Также сейчас хочу вам показать, как сделать так, чтобы у вас начал работать сплэш. Для этого заходите в папку с читом. Первым делом вы сначала обновляете сплэш через бустаппер вот этот. То есть вы запускаете этот файл. Обновляется у вас сплэш. Далее, что вам нужно будет сделать. Нужно будет зайти вот в этот файл. Конфиг. И здесь написать вот такую строчку. То есть изначально у вас будет вот так вот. Вы нажимаете Enter. Вставляете эту строчку. И сохраняете этот файл. Все, теперь запускаете сплэш. Там проходите ключ в систему. Получаете ключ. Все, у вас запускается чит. Вот так вот. И давайте сейчас я вам продемонстрирую то, что все работает. Допустим, зайдем в PoolSword. Также переходим на мой личный сайт. На него ссылка тоже, как всегда, будет в описании. В поиске пишем PoolSword. Так, сейчас, секунду. Скопирую здесь. Нажимаем поиск. Дальше получаем вот этот скрипт. Все, мы его получили. Теперь вставляем его в чит. Дальше нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, отлично. Инжект прошел, потому что открылась вот дополнительная вкладка или сайт. Короче, вы поняли. Дальше возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Exclude. И, как видите, появляется скрипт. То есть, все работает. Также давайте покажу то, что функции работают. Ну, то есть, сам скрипт работает. Естественно, он не просто так запустился. Также AutoFight тоже здесь работает. Вот, как видите, мне победу прибавляет. Раз, получается, в 7 секунд. И остальные функции, естественно, тоже будут работать. Вот, как-то так. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan. Всем удачи и пока.